здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня в данном видео я готовлю необыкновенно вкусный и красивый торт кокосовая милка торт готовится совсем не сложно без желатина торт который тает во рту один из самых вкусных шоколадно-кокосовых тортов итак сначала приготовим шоколадный крем 300 грамм миллилитров молока отправляю на плиту довожу до кипения но не кипячу здесь три яйца я разделяю на желтки и белки мне понадобится в данном рецепте только желтки белки мне не понадобится 100 грамм сахара включая пакетик ванильного сахара 30 грамм кукурузного крахмала все это перемешиваю сейчас до однородности разбиваю сейчас у желтков пленочки сразу говорю что вместо трех желтков вы можете просто взять одно яйцо среднего размера сухую смесь добавляю 200 миллилитров холодного молока и отправляю туда желтковую смесь желтки здесь использовать не так принципиально важно но лучше все-таки использовать желтки и крем будет гораздо вкуснее закипающее молоко тонкой струйкой помешивая в центре кастрюли я ввожу всю желтковую смесь сейчас при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном на умеренном огне я довожу всю эту смесь до кипения как только пойдут первые пузыри первые признаки кипения я провариваю эту смесь еще примерно 30 секунд не дольше чтобы не пошли у меня крупинками желтки и сразу же снимаю эту смесь с огня сейчас я добавляю в эту смесь сразу 100 грамм темного шоколада в данном случае у меня 60 процентов какао можно здесь использовать шоколад от 40 до 70 процентов какао больше 70 я бы использовать не советовала потому что крем уже будет таким горьковатым переливаю сейчас все это в ту емкость где у меня заварная основа будет остывать сейчас до комнатной не до холодного состояния а именно до комнатной температуры накрываю все это в пищевой пленкой в контакт чтобы основа не заветривалась приготовлю бисквит 220 грамм муки 40 грамм какао и 10 грамм разрыхлителя все это перемешиваю просто до однородности и ненадолго отставлю в сторону четыре яйца среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы комнатной температуры щепотка соли 16 грамм ванильного сахара взбиваю просто до образования такой пышной пены и добавляю туда сейчас 180 грамм сахара бисквит этот совсем не сложный взбиваю примерно две-три минуты не дольше добавляю туда сейчас 100 грамм растительного масла без запаха и 100 миллилитров молока обязательно комнатной температуры не холодного все это просто перемешиваю ничего долго не взбивают просеиваю туда сейчас всю сухую смесь духовка у меня уже разогрета на 170 градусов цельсия прорабатываю все это миксером ничего долго не взбиваю просто чтобы вся сухая смесь разошлась жидкой массе форма здесь у меня 28 на 18 сантиметров вы также можете использовать круглую форму для выпекания для приготовления данного торта идеально подойдет 26 сантиметров в диаметре убираю сейчас выпекаться 170 градусов режим верх-низ без конвекции примерно на 35 минут пока у меня допекается бисквит я завершаю приготовление крема 250 грамм масла размягченного сливочного масла я взбиваю до пышности примерно 3 минуты и добавляю туда сейчас заварную основу остывшую уже до комнатной температуры примерно по 2 столовые ложки здесь все это очень просто очень быстро делается и прорабатываю совершенно недолго это миксером долго здесь взбивать ничего не нужно и вот так добавляя по 2 столовые ложки к маслу и взбиваю вот примерно столько же по времени как я сейчас показала крем получается необыкновенно вкусным и отставляю пока его в сторону бисквит у меня уже испекся как только я могу до него дотрагиваться я сразу же вырезаю из формы и нарезаю на коржи чтобы быстрее мне просто шел процесс бисквит здесь не требует никакого отдыха сразу же его беру в работу выбирать буду в этой же форме что выпекала срезаю у него шапочку эту шапочку также можно использовать как третий корж я этого не делаю я ее измельчу и просто посыплю тортик здесь у меня 300 миллилитров сливок очень холодных не менее 30 процентов жирности 16 грамм ванильного сахара 60 грамм сахарной пудры 250 грамм холодного сыра маскарпоне и 300 грамм холодного творожно-сливочного сыра взбиваю сейчас почти до устойчивых пиков взбивается вот такой сырный сливочный крем очень просто и очень быстро стабильность ему придает большое количество сыра здесь вы можете использовать любой заварной крем также 70 грамм кокосовой стружки кокосовую стружку желательно брать свежую и очень ароматную и уже взбиваю все это до устойчивых пиков перекладываю сейчас оба крема в кондитерские мешки и шоколадный и кокосовый тем временем у меня уже бисквитные коржи остыли полностью пока я готовила крема остывают они быстро очень пропитываю просто холодной кипяченой водой вообще эти коржи можно не пропитывать но так как крем кокосовый берет в себя много влаги из-за кокоса и масляный крем шоколадный он тоже не такой влажный поэтому я в данном тортике их пропитаю собираю вот таким образом то есть отсаживаю такие борозды и между ними буду заполнять пространство уже шоколадным кремом в разрезе получается очень красивый интересный разрез по вкусу торт просто тающий во рту несмотря на то что большое количество кокосовой стружки у нас в креме на торт очень вкусный готовится совсем несложно порадует как взрослых так и детей сейчас как бы надставляю опять кокосовым кремом чтобы хорошо у меня прослеживались потом борозды эти уже в разрезе и выкладываю на это все уже последующий корж корж выкладывать всегда лучше вот так вот из такой пластичной доски и очень удобно вот так работать чтобы он не повредился корж при укладывании пропитываю также его крем здесь я наношу для того чтобы последующие два крема вот эти борозды очень хорошо цеплялись за него заполняют также шоколадным кремом то есть все то же самое и сейчас небольшое количество шоколадного крема у меня осталось я завершаю им выравнивание этого тортика еще раз хочу повторить что вы также можете делать и в круглой форме этот торт если вы хотите сделать меньше берите вдвое меньше ингредиентов и берите форму 18-20 сантиметров тогда будет такой небольшой тортик а смысл и способ приготовления абсолютно то же самое тогда бисквит нужно будет выпекать примерно 25 минут сейчас шапочку я измельчаю просто руками не пользуюсь здесь даже измельчителем потому что бисквит очень нежный очень свежий он тающий во рту и получившейся крошкой просто посыпаю вверх торта уже в таком виде чтобы крошка тоже немножко пропиталась убираю сейчас часа на три в холодильник вырезаю уже тортик из формы и украшу сейчас бака тортика также кокосовой стружкой вы можете этого не делать его также можно украшать любым кремом этот торт я украшу кокосовой стружкой здесь примерно 30 грамм кокосовой стружки ушло у меня я не знаю как вы захотите этим украсить не захотите также можно и бисквит на этой крошкой посыпать его также можно покрывать ганашем разрез очень красивый очень интересный и необыкновенно вкусный торт который напоминает вкус известной шоколадки мелко кокос торт прекрасно держит форму прекрасно поддерживает транспортировку и я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео до встречи в следующей серии